Скажем честно, да, в городе начали появляться новые неплохие автомобили. Есть и отличные, но в отличие от любимой Америки и уважаемой Японии, они все одинаково безликие, весьма скромные и похожие. Но каждый человек это индивидуальная личность. А теперь о родном, отечестве. Для меня процесс отечественного тюнинга закончился лет 8 назад. И тогда в моде было увеличение клиренса и упрочнение амортизаторов. Сейчас благодаря всероссийскому улучшению дорожного покрытия модно уронить тачку на асфальт и добавить кобыл в базовый движок. Конечно, для кого-то тюнинговый обвес дороговат, но можно обойтись и меньшей кровью, типа оригинальная оптика. И ваши друзья отличат вас не только по ГОС-номеру. И кто оставит без внимания себя любимого? Точно не Леха. У него 80% тачек как минимум оригинальные. Знаете, почему просмотр большинства местных телепередач неинтересен и иногда и противен? Потому что А. Это слабо квалифицированная работа низкооплачиваемых специалистов. Б. Это высококачественное вылизывание чужой задницы за приличные деньги, но руками не менее низкооплачиваемых операторов и видеинженеров. И В. Это кривые понты непрофессионального руководства. Но для нас автостоп – это прежде всего любимое хобби. Так же, как и автомобиль и автоспорт-тюнинг, в которые мы вкладываем и душу, и деньги без сожаления.